бамид бар бамид бар и мишли 19 глава 19 глава 19 мая сегодня у нас 19 мая это этот урок посвящается в семье харпатин сегодня день рождения у его жены он очень попросил чтобы сегодня урок был в то чтобы у них было в их семье благополучие улучшения процветания и так далее в честь дня рождения жены иосиф харпатин большой друг во икра один из организаторов сейчас в вене будет же воскресенье с божьей помощью будет вене урок торы и вот семья харпатин одни из организаторов тоже этого урока вот поэтому чтобы была сара мушка бацара чтобы было ей сегодня день рождения благословения во всех хороших делах и в семье и всем нам тоже вместе с ними все дорогие друзья сейчас у нас недельная глава недельная глава бамид бар и мне рассказывается о том как а о том как народ израиля бог пересчитывает пересчитывает он народ израиля те кто вышли из египта и он говорит маша рабы ну пересчитай все колена и все колена считаются по домам мы знаем каждая семья сколько было мужчин и дальше окончание главы идет о левитах левиты это это колено которая была выделена из всех остальных колен колено священников которые которые служили всевышнему в передвижном храме вначале а потом в обычном храме и что на что обратил внимание что левитов меньше это мы обратили внимание да их всего было двадцать две тысячи двести тридцать человек то есть относительно труд от месяца до а всех остальных было в каждом колене мужчины связать от месяца но в районе там среднем 70 80 тысяч то есть значительная разница и мы как раз и видим очень сильно мы видим что тяжелые условия жизни в которой были все остальные колена относительно левитов они в общем-то послужили послужили для каких-то для каких-то качеств они послужили развивающим элементом то есть когда как говорит его стерва что все жизненные трудности они перманентно они постоянно не бывает человека который проходил бы жизненный путь без трудностей именно они эти жизненные трудности позволяют вывести из потенциала в реальность силы души человека это очень важно значит почему человек приходит в этот мир человек приходит в этот мир он приходит как заготовка то есть он родился что у него душа есть это божественная душа это свет в чистом виде тело это заготовка которая развивается в течение жизни от девятимесячного ребенка который вышел в этот мир маленький там до до человека который кто-то в 90 лет марафон бежит а кто-то в 40 лет с кровати не может стать из-за лишних 100 килограмм веса то есть это уже дальше выбор человека как ты развиваешь свою заготовку на что ты на что ты тратишь свое время силы намерения желания и так далее это уже все свобода выбора кстати вот сегодня в недельной главе об этом будет тоже очень сильно сказано не в недельной главе в главе мишли в девятнадцатый значит то вернемся к главе про левитов что мы еще увидели про левитов и дальше мы видели их меньше то есть они не занимались материальной жизнью даже в египте они не были в рабстве то есть их физически меньше физически они слабее получается чем все остальные колена но они больше были прикреплены к духовности в они были намного выше намного больше но что мы дальше видим дальше мы видим в конце главы рассказывается о том что левиты какая права какое было правило как нести передвижной же храм вот этот мешкан было 42 стоянки в пустыне его каждый раз разбирали он как был как лего конструктор переносили на новое место стоянки и снова собирали иногда стоянка была там несколько дней иногда стоянка была несколько лет то есть они двигались по приказу всевышнего когда поднимался вот этот вот столб божественного присутствия то они двигались вместе с ним и это могло быть именно это была проверка каждый день выпадает ман даст бог день даст бог пищу уже привыкните осознайте поймите что все от всевышнего и жить вы будете не там где вы хотите а там где бог скажет что вы будете жить тоже это вторая как бы второй урок который они получили в пустыне и они как раз маны не получали каждый день пока месте они не поняли что все от всевышнего и не расслабились представляете насколько себя расслаблено чувствует человек который уверен завтрашнем дне то есть обычно люди все они живут в страхе за завтрашний день и вот эти все там накопления какие-то там вот на черный день то то человек все время пытается как хомяк такой обезопасить себя да но это все от страха то есть это все как бы следствие выражения страха что человек боится своего завтрашнего дня а если человек полагается на всевышнего вот полностью у него такой бетахон это называется качество бетахон и он говорит даст бог день даст бог пищи чем буду волноваться ну смысл не волноваться я родился я волновался когда родился не волновался до сегодняшнего дня дожил дожил на черт все себя волнуюсь вот этот грызу себя это это значит первое то что они в пустыне научились и второе то что они научились в пустыне что чем думает вот я буду жить вот здесь об этом бах и нет не получилось то есть среднем современный человек переезжает я читал статистику в америке в среднем приезжает человек пока без не осягнет где-то там 10 раз минимум то есть и к этому нужно быть готовым кто к этому готов он не волнуется ему интересно а что дальше то есть он хочет увидеть больше мира больше больше каких-то новых мест а кто боится у него все время страх у него все время сопротивление теперь значит левиты они в конце главы рассказывается как они переносят передвижной храм и там рассказывается особое внимание выделяется семейством теат театр не назывались это был один из трех родов которые несли святая святых вот все самые главные предметы которые были самые святые минора ковчег там и так далее то есть они несли все эти самые святые предметы и что вы думаете несколько раз в торе повторяется такая мысль прям прямым текстом что они должны быть особенно осторожны потому что любая ошибка там человек умирает то есть вот здесь очень-очень удивительная такая вещь что чем ты ближе при приближаешься к святости с одной стороны ты получаешь намного больше ресурс то есть у тебя больше спокойствия у тебя больше спокойствие такого внутреннего ну вот ты все время значит как будто бы ты в домике в таком да то есть ты все время со всевышним ты все время в с ним на таком очень внутренне до внутреннем соединении но если ты на этом внутреннем соединении совершаешь какие-то ошибки в материальном мире то эти ошибки сразу же вылазят прямо написано там особо не должны быть осторожны чтобы если они сделают что-то не так во взаимодействии со святыми со всеми этими предметами они несли самые святые предметы умрут так и написано умрут в амутов то есть и вот здесь как бы вот этот момент он очень очень хорошо выражен впервые вот впервые вот сказано такая вещь ну алейх амлах алик бор мне на тебе работу закончить не не так даже не так там идет две подряд мишны ради тарфон их говорит ради тарфон говорит так первыми что он говорит оемка цар он говорит день короток в облахами руба работы много в опалим и целим и работники ленивые вы сахар арбе награда большая в баля байт духе а хозяин дома значит он подталкивает что это значит он говорит так аемка цар это жизнь коротка ты не знаешь сколько ты будешь жить кто-то уходит раньше кто-то уходит позже из этого мира то есть это никак не предсказуемо единственная аксиома и константа что все уходят рано или поздно все уйдут из этого мира ничего собой не возьмут это значит день короток и плохом руба работа много то есть можно было бы сказать что эта работа в этом мире но царь сломон сказал в экклезиасте что какая польза человека от всего что делает под солнцем никакой он дальше в каэлике в экклезиасте он доказывает что никакой пользы нет во всех материальных устремлениях человека но в духовных есть польза это то что сказал ради тарфон работы много то есть у тебя есть много заповедей каждый год праздники каждую неделю шаббат у тебя есть масса работы которые ты можешь сделать в этом мире да значит чтобы было рифа шлама чтобы было рифа шлама люба бад эсфирь чтобы было в нем хорошо прошла операция и чтобы была она здоровая и жила много лет для божественной работы для божественной работы работы много можно очень много успеть сделать для своей души добрых дел теперь дальше во палим оцелим рабочие ленивые кто это рабочие ленивые это ленивая корова это тело ленивое данного человека ты сидишь думаешь все сейчас прям все сегодняшнего дня вот и в спортзал и лишний вес сброшу и буду учиться в день час буду учить тору час буду учить еще какие-то полезные вещи которые мне улучшат жизнь все это человек себе задумал работа много а что а палим оцелим потом надо вставать а тело такое нет нас уже поешь тортик а вот тортик попей чайку и посмотри серячий какой-то и все рабочие ленивые вы сахар арбе награда большая то есть тот кто соблюдает заповеди торы этот то учит тору того и в этом мире все хорошо в мире грядущем только надо работать это это не просто вот так вы знаете в этом мире ничего просто так не бывает бесплатный бесплатный сыр только в мышеловке это была такая народная мудрость откуда мы вышли а вот царь сам он говорит что птица которую ловит всегда думает что зерно в ловушке бесплатно то есть это то же самое только есть в мишле и такой отрывок так вот значит сахар арбе награда большая но награда она идет за работу в баля бай духэк хозяин дома подталкивает имеется ввиду что всевышний не дает остановиться человеку он именно ему создает сложности чтобы человек двигался чтобы человек двигался в этом мире чтобы человек развивался чтобы человек не сидел на месте это очень вот такая вот интересная штука теперь поэтому чем ты ближе приближаешься к святости тем больше на тебя свет и этого света больше получаешь но на этом свете больше видны твои твои какие-то пробои недостатки и ошибки хорошо теперь у нас мишлей да мишлей у нас сейчас 19 глава у меня так получилось что у меня все книги в телефоне или в компьютере а я провожу сейчас из телефона из компьютера провожу урок поэтому я всего лишь остановлюсь на одном отрывочке который есть именно в 19 главе какой он по счету я не помню не могу вам сейчас сказать но это для меня лично самые можно сказать самые часто используемые из мишлей отрывок который я слышал от других и сам его постоянно повторяю значит отрывок такой именно в 19 главе он сегодняшнем 19 главе значит работ махшивон были в правильно дмитро вообще молодец именно этот он самый часто используемые примите я еще не успел сказать от метро уже сказал что именно точно он понял о ком отрывке я говорю значит много замыслов в сердце человека вы отца ташем отца это как совет всевышнего или решение всевышнего и таком она она будет значит что это значит давайте поразмыслим вот человек сидит и думает я значит я я сейчас стану и значит сделаю что-то да вот прям сделаю сделаю прям вот он прям думает об этом значит есть такое тоже выражение мудрецов нет вещи в мире которая может устоять перед желанием человека это ваша холи а мод лифный рацион что может стоять перед желанием устоять перед желанием но если по-простому смотреть на этот отрывок непонятно потому что например я хочу сейчас взлететь но я же не взлетел я хочу сейчас значит чтобы передо мной появился там чашка кофе но она же не появилась как же мудрецы сказали что нет вещи которая может устоять перед желанием человека значит они имели ввиду что нет вещи которая может мне запретить внутри меня желать все что я хочу то есть вот во внутреннем мире в мире мысли в мире желаний человек полностью свободен до невероятного был такой виктор франкл как раз он был из вены и он был в концлагере и в концлагере он понял одну такую вещь что он говорит что у меня могли украсть свободу у меня могли украсть мою даже жизнь они властвуют над моим телом но внутри у меня полная свобода я внутри это полностью сто процентов мой внутренний мир и это настолько глубоко он осознал что в концлагере он как будто бы он ушел полностью в свою внутреннюю реальность и он не видел себя как он вышел из концлагеря как он рассказал всему миру то что он видел и у него так получилось так даже не от других людей даже от бога внутренний мир он является является пространство полной свободы много замыслов в сердце человека человек может задумывать все что угодно может хотеть все что угодно может планировать все что угодно то есть его только его мысль о том что что-то не могу может его остановить от того чтобы это хотеть но и не могу и хочу это тоже его полная свобода то есть ты Ты можешь мысли менять, как ты хочешь. Теперь, в отца Ташем и таком, но замысел Бога, он всегда исполняется. Как это выглядит? Все, что в реальности происходит, это и есть замысел Бога. Вот физическая реальность, внешний мир, это и есть мысль Бога реализованная. То есть всесильный, элоким, который переводят как числовое значение природа, это и есть весь этот мир, это всесильный. То есть он этот мир сотворил, все законы мироздания, законы природы, законы физики, химии, квантовой физики, там все-все-все, это и есть всесильный. И когда человек хочет что-то, это его выбор, но когда его выбор выходит на внешний мир, на реализацию, вот тут уже он входит в мир Всевышнего. И как мы узнаем, какое было решение Бога? То, что произошло, то и есть. То есть и таком совет Бога, решение Бога, оно исполнится, это внешняя реальность. Но она зависит очень сильно от выборов каждого из нас, от наших молитв. Вот мы, например, помолились, чтобы было рифа шлема, да, кому-то, и вот мы про это подумали. То есть этот сигнал пошел, отсюда пошел, оттуда пошел, оттуда пошел, много сигналов пошло. Но все эти сигналы, это наши сигналы, да, а реальность Всевышнего, это соединение всех-всех-всех многих векторов, тысяч-тысяч разных миллионов векторов. И в итоге реальность, которая есть, она и есть желанием Всевышнего. Вот, это то, что из девятнадцатой главы мы для себя можем выучить. Я хочу закончить шуткой про... в еврейском мире на все есть шутки. Значит, вот этот вот отрывок, много замыслов сердцем человека, а замысел Всевышнего на иврите написано итакум. Итакум, она произойдет. То есть замысел это, на иврите это, ицааташем это женского рода. Она встанет, да, она установится, она встанет, дословно переводится. И есть такая смешная история, как в такой религиозной, очень сильной религиозной семье, в которой они и муж, и жена все время учат Тору, и они стараются все делать по Торе, и они советуются с раввином, и у них есть обязательно в еврейских религиозных семьях, есть тот, с кем они советуются по семейным вопросам и так далее. То есть очень все построено. Все хотят выполнять волю Всевышнего. Очень сильно хотят. И вот ночью муж с женой, такие очень ультра-религиозные, лежат в кровати, спят. И проснулся ребенок, и ребенок плачет. И жена мужа будет, ему говорит, вставай, встань к ребенку. Он говорит, а почему я? Может, ты сама встанешь? Ты же уже проснулась, зачем ты меня будешь? Может, ты должна встать? Она говорит, нет, говорит, муж должен почитать свою жену, уважать, и он должен ей помогать. И, значит, ты вставай. Это правильно, если ты встанешь, да? Он лежит, лежит, вспоминал, говорит. Ты знаешь, написано в 19-й главе притче Мишли, много замыслов сердцем человека, а замысел Всевышнего, она встанет. Значит, ты вставай. То есть это, ну, как игра слов. Она встанет, это имеется в виду, что замысел встанет, да, замысел восстановится. А он так взял этот отрывок и говорит, много замыслов в сердце человека. Ну, я встану, ты встанешь. Все думают, каждый свое. Но замысел Всевышнего, она встанет. Значит, ты должна встать. Так он ей сказал. Значит, может, он пошутил, может, серьезно сказал, неизвестно. Хорошо, друзья, значит, всем удачи, успехов. Всем, чтобы было заслуга того, что мы учим Тору, чтобы мы ее хорошо понимали, главное, понимали и применяли. Я в Вене, кто из вас в Вене, приходите на урок Торы в воскресенье, в 6 вечера в Вене будет урок Торы. И все, благодаря, кстати, семье Харпатиных, все получат в подарок книжку. Все, кто придет на урок, стоит вход на урок 30 евро. И в подарок каждый получает книжку. Синагога в центре, прямо самая центральная улица Вены. Значит, если вы не можете прийти, присылайте своих друзей и знакомых, кто здесь живет или рядом живет. Жду вас в воскресенье, значит, центр Вены. И будем с 6 вечера, где-то часов до 8, изучать Мишлей. Будем общаться на тему Мишлей. Книжки я подпишу. Значит, все, всем удачи. Кто может приехать, приезжайте. Счастливо. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. И, значит, царь и мужьте Харпатин. Всего хорошего на святой земле, чтобы было браховое слуха. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!